Нам пишут, проведена работа, человек, который участка, хозяин, всё выполнено. Можем посмотреть. Всё заросло. С тех пор, как в дачном товариществе «Гремячий ключ» за перинатальным центром появился новый сосед, жизнь пошла под откус. Причём в буквальном смысле. Новый дачник постепенно скупил землю. Разом 40 участков вдоль крутого оврага. А неделю назад в СНТ приехала строительная техника. Развернула бурную деятельность. Любое строительство начинается с дороги. Это дорога. Она строится. Не имеет смысла прокладывать такую дорогу, чтобы вывезти мусор. Это начинается стройка, роется котлова. Наверняка для того, чтобы потом де-факто заявить, что строительство уже началось, и, как говорится, можно получить разрешение. Моё предположение. Такие серые схемы прокручиваются очень часто. Мусор просто разгребается по сторонам. Он его просто закапывается. Сваливается, да. Новый владелец дачи Ван Вигель. По информации в интернете, он руководитель строительной компании Красстройсервис. Огромный дом Гремячий Лог, микрорайон Орбита, дома в Тихих Зорях и их работа. Дачники уверены, рядом тоже вырастут высотки. Правда, в ответ на тревожные запросы людей в мэрии разводят руками. А готовящиеся стройки ничего не знают. За разрешениями никто не обращался. А на своей территории дачник, мол, может и копать, и ровнять площадку, как хочет. Всё здесь создано для того, чтобы жить, продубовало, и тепло, вода. И живёте вы здесь постоянно? Это ваше единственное место, да? Да, да, да. Везде вот этот мангальчик. Олег Анатольевич сам строитель нескольких краснодарских заводов. Здесь в СНТ Гремячий ключ отстроил дом и себе. Сейчас хорошо понимает, что происходит рядом. Верит своим глазам. А уж когда к скупке дач подключились ещё участники, которые также связаны с застройщиком Красстрой, сомнений не осталось совсем. Какая судьба ждёт его дом, мужчина теперь и не знает. Ещё в прошлом году в этой дачной размеренной жизни появились общественные слушания о том, что делать с участком на обрыве у оврага. Жители однозначно высказались оставить обжитой и очень сложный по рельефу кусочек земли с замалоэтажной застройкой. Их мнение учли. В администрации подтвердили, так и будет. А когда новый генеральный план Красноярска был утверждён депутатами городского совета, участок вдруг оказался пригодным для застройки высотками. Причём сосед о своих планах людей не уведомляет, хотя есть и правила, и устав СНТ. Мы не понимаем, что тут происходит, да, и что тут будет, и нас не ставят в известность. Нам хотя бы надо конкретно знать, если тут будет строительство, то нас должны как-то об этом оповестить. Писал в управление градостроительства разрешение, чтобы построить дом. И мне пришёл на мой участок градостроительный план. И там было отмечено, что на половине участка идёт зона культурного наследия. То есть первобытные люди туда-сюда. А сейчас она исчезла, её нет. Да, участника Ивана Вигеля пока всё в порядке с точки зрения градостроительной документации. За разрешением на стройку его компания «Красстройсервис» и правда пока не обращалась. Но что будет делать город, когда обратятся? Ведь выкупленный участок зажат между перинатальным центром, стадионом, политехникой, дачами. Сюда даже нет нормального въезда. Сегодня в студгородке выездное совещание. Представители городской администрации, коммунальщики и жители ломают голову, как устранить очередную аварию и, главное, за чей счёт? Возможно, именно ползущий склон выдавил трубы канализации из дома. Рядом микрорайон «Орбита» тоже на обрыве и тоже с кучей проблем. Мы не хотим сравнивать, но оно само просится. СНТ «Гремячий ключ» тоже очень крутой склон. Если вместо СНТ и правда появятся многоэтажки, город запросто может получить ещё микрорайон на обрыве, который потом придётся укреплять за счёт бюджета. Говорят и краевые депутаты. В генплане нужно менять статус этой земли. Это серьёзное испытание для администрации города Красноярска и возможность проявить, наконец, политическую волю. Социальной инфраструктуры там нет, школ нет, медицинских учреждений нет. Всегда можно найти отговорку о том, что разрешение на строительство уже выдано и отобрать его назад нельзя. Но когда разрешения на строительство ещё нет, можно эту политическую волю как раз проявить. Такая застройка вполне в духе стройгруппы «Красстрой». Ещё одна их дочка, СИП «Стройрегион», пытается впихнуть Большой ЖК с другой стороны стадиона «Политехник». Тоже на обрыве. Просят дать застроить 74% своей земли при разрешённых 40%. В мэрии сначала отказали, а теперь дают возможность строителям продвинуть свои интересы через публичные слушания. Очередные, вероятно, скоро состоятся. И это не очень похоже на политическую волю. По узеньким улочкам СНТ «Гремячий ключ» сегодня снова ездит тяжёлая техника. Якобы сносит ветхие домики и вывозит мусор. К этим работам дачники смогли привлечь только внимание Минэкологии. Их представитель зафиксировал, что остатки дачных домиков остаются под землёй. Хозяину земли направят замечания. Анна Гейнс и Илья Гришан. Новости Прима. Новости Прима. Новости Прима. Новости Прима. Продолжение следует...